Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Gromball, и сегодня у нас первый взгляд, обзор и даже розыгрыш новинки, выходящей в ранний доступ в Steam 31 августа, созданной небольшой инди-студией Ibis Games, которая называется The Island, что переводится как остров. Лично меня она заинтересовала тем, что очень похоже на выживалочку Strandedip, ну а точнее на ранний Strandedip. О том, как получить эту игру совершенно бесплатно, я расскажу несколько позже, ну а сейчас давайте посмотрим, собственно, на саму игру. Как видите, настройки простые, но очень понятные. Локализация присутствует, настройки и графики выставлены на высокие, и вперед новую игру. Играть мы будем, конечно же, за нашу героиню. Посмотрите, как сделано, в принципе, креативно и просто, доступно и понятно обучение. Вот так вот переносимся на какой-то камешек, и здесь все понятно. Рассказывается, что руду мы можем добывать с помощью кирки, рубить с помощью дерева, но все остальные кустарники, все остальное, конечно же, нашим мачете. Все ясно, информативно, просто и понятно. Инвентарь. Крафт открывается с помощью клавиши B и доступ в инвентарь с помощью клавиши И. Вот так вот. Дальше первоначальные условия для выживания. Костер, водосборник и, конечно же, шалаш для сохранения. Это уже только обучение. Сразу же, конечно же, напоминает Стрэнды Дип, кто играл тот помет, о чем я. Так, идем дальше. Здесь уже показано, как можно строить свое жилище и меблировать его. Возводить стены, чтобы, конечно же, защититься от, спойлер, наперед, диких животных. Короче, все доступно, ясно, информативно и, самое главное, визуально просто и хорошо воспринимается информация. Начинаем играть. Три уровня сложности. Легко, нормально, сложно. Никаких заморочек. Начинаем на обычном, нормальном, среднем режиме. Поехали. И вот такой вот океан, друзья. Начинаем играть мы, как вы понимаете, за девушку. Это сейчас какой-то пошел тренд, играть за женского персонажа. Но персонаж нормальный. Ничего пошлого. Мы одеты. Никаких рвальных лохмотев на нас не имеется. А попали мы, собственно, на этот остров. Красочный остров. Да? Райское местечко. Красивая графика. На вот такой вот лодочке. Но что-то пошло не так. И, видать, она совсем хлюпкая оказалась. И, как вы понимаете, сюда уже добралась полностью затопленная. Короче, на берегу разбросаны куча всего. Я сразу не очень понял, что это такое. Подумал, что это за какие-то крабовые палочки. Но нет. Оказалось, мы везли, походу, своей бабушке или кому-то печенюшки. Это так выглядит печенье. Газировка. Это тоже так оно выглядит. И поэтому оно сейчас полностью здесь разбросано. Первым делом мы, конечно же, начинаем все это дело собирать. Чем больше припасов в начале, тем проще будет нам выживать. Ну и, конечно же, чем вы занимаетесь сразу же? Напихивайте свои карманы. Чем? Правильно. Камнями. Друзья, точечка посередине экрана. Вот такая, помеченная желтым цветом, сигнализирует о том, что этот предмет можно положить. Камни можно, кстати, не все брать. Вот такие вот покрытые какими-то водорослями и трещинами брать нельзя. Только беленькие, чистенькие, чтобы ваши карманчики не замазались. Короче, как-то так. Инвентарь открывается на буковку И. И здесь вы видите целую простынь, на которой находятся все наши пожитки. Камень 11 штучек. Вот та самая газировка и вот то самое печенье. Не знаю, мокрое, не мокрое, в соленой воде пойдет. Наш нож. Это просто нож анимачете, который мы, конечно же, будем использовать. И внизу имеются показатели еды, жажды, выносливости и здоровья. Здоровье при ваших нормальных показателях, заполненности, голода и жажды восстанавливается. Так что это как бы нормальная восполняемая величина. Так что выпьем газировочки. Вот так вот капелька заполняется. И похрустим печенюшками. Отлично. На первое время есть. Но это ненадолго, так как печенье осталось у нас 3 штучки. А газировки 7. Мы, конечно же, этот пробел будем восполнять. Ну а сейчас... Ох, еще печенюшка нашел. А сейчас бы я вам хотел, друзья, показать крафт. Так, я надеюсь, красотами вот такого райского места первые впечатления вы полюбовались. Выглядит, как по мне, прилично. Графика красивая. Отлично. Ну а теперь посмотрим на сам крафт. Какой же он здесь имеется. И посмотрите. Только открывается меню рецептов. Мы сразу видим, что можно создавать. Фундамент. Треугольный фундамент. Поехали дальше. Стены. Стену с большим окном. Стену с обычным окном. Стена с дверьми. Стена опора. Дальше. Большие стены. Большие стены с окнами. Короче, вот такие. Идем дальше. Квадратный потолок. Треугольный потолок. Лестница для фундамента. И лестница для дома. Но это еще не все. Выживание. Раздел выживания. Костер. Водосборник. Укрытие. Кровать. Печь. И что у нас еще есть? И мебель. Диван. Стол один. Стол второй. Шезлон. Шкаф. Стул. И ковер. Даже ковер можно застелить. Отлично. Ну и есть еще также меню крафта инструментов. В котором мы можем изготовить себе каменный топор. Каменную кирку. Металлический топор. Металлическую кирку. Факел. И ткань. Используется для крафта. Ну и друзья. Только посмотрев на этот крафт. Я сразу же сделал вывод. И как вы понимаете. Что очень и очень друзья. Похоже на Stranded Deep. Остается проверить это все действие. И как тут все более. Менее реализовано. Чтобы мы смогли сделать окончательные свои выводы. Или по крайней мере первый взгляд на это все дело. Так. Ну и с чего начинается как обычно наше выживание. Начинается с того. Что нам нужно добывать каким-то образом себе ресурсы. Камни. Мы разобрались как добывать. Ну и теперь нужно посмотреть как добывать собственно дерево. Дерево можно находить вот такими веточками. Оно валяется просто на земле. Но это способ такой себе. Хотя в принципе если побегать вот в самом начале. То здесь его более-менее в каком-то количестве имеется. И можно насобирать. Глубоко в лес. Я пока что забираться не хочу. Друзья. Так как здесь обитают очень разнообразные твари. Я уже ознакомился с управлением. Поиграл буквально полчаса. И я скажу я был впечатлен. Я надеюсь мы всех сегодня с вами встретим. Так. Смотрим что здесь есть еще. Есть еще разные вот такие синие ягодки. Кусты и все прочие скажем так растения можно с помощью вот такого дерева. Вернее мачете собирать. Дальше. Нам нужно найти очень-очень полезное одно растение. Из которого крафтится ткань. Ну и как бы вы думали что это такое на диком необитаемом острове. Это конечно же очень полезное растение. Которое называется каннопля. Поэтому мы его с вами будем обязательно искать. Надеюсь что найдем. Пока что я забиваю свой инвентарь. Который кстати не знаю его лимита. Но пока что он у меня безлимитен. Не забивается. Веса нагрузки я не вижу. Значит беру все что можно. Так. А мне кажется мы нашли с вами одно из самых полезнейших растений. Вы посмотрите. Вот она. Вот она друзья. Та самая каннопля. Забираем. Забираем. Каннопля. Три штучки. Из каннопли делается ткань. Поэтому я так и говорю что она нам очень необходима. А не то что вы подумали. Не будем мы с нее забивать трубку миру и раскуривать здесь с туземцами. Которых вроде бы нет. Но все может быть. Вместо туземцев здесь есть другие не очень доброжелательные обитатели. Так. В общем как то так мы разобрались. Теперь друзья. Давайте что нибудь доскрафтим. Чтобы посмотреть на возможности скажем так игры. Что мы можем скрафтить. Давайте откроем наш. И нам много нужно в первую очередь конечно же дерево. Чтобы не собирать просто так эти веточки палочки под ногами. А рубить. Давайте попробуем скрафтить каменный топор. Смотрим. На него нужно 15 камня, 15 дерева и 8 тканей. Запоминаем. Идем в меню. Подожди. Вернее открываем. Вот так вот наш инвентарь. Смотрим. Дерева хватает. 15 камня. Не хватает. Камня не хватает. И это проблема. И плюс нам нужно маловато конопли. И нам нужно еще конопли. В общем собираем немножечко камней. Плюс ищу растения конопли. О какой запашок. Все. Будет ткань просто отличная. Короче я нашел здесь еще конопля. Конопли. Сделать это в принципе не сложно. Ну и немножечко подсобирал палочек и досточек. Отлично. Отлично. Давайте смотреть и испытывать меню крафта. Хотели мы с вами скрафтить друзья топор. Потому что как обычно палок будет нужно больше всего. Это основа выживания. Палки доски. Это как все как обычно. Так. Открываем меню крафта. Вернее наш инвентарь. И смотрим как же собственно здесь крафтить. Так. Подождите. Все таки меню крафта а не инвентарь. Меню крафта я хотел показать. Так. Нам нужно как вы помните каменный топор. Для этого нужно 15 камня, 15 дерева и 8 тканей. Для ткани вот здесь видно что нужно 5 конопли. Да. Конопля здесь идет именно на ткань. Так. Короче. Выбираем вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Клацаем. И как только нужное количество появляется в центре вашего стола. Инвентаря. Скатерти. Называйте как удобно. Здесь высвечивается то что вы сможете скрафтить. Так. 5 тканей есть. Еще нужно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И еще ткани. Все. Получили 10 тканей. Отлично. Теперь 15. Давайте считать там сколько или оно отображается. Да. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Шестнадцать. Перебор. Одно. Отбавить. Пятнадцать. То же самое делаем с камешками. Да. Тоже переборщили. И сколько было? Восемь. Кажись. Да. Восемь тканей. Вот. Только мы нужное количество угадали. Крафт. Каменный топор. Вуаля. Ура. У нас топор в кармане. Я его нажимаю использовать. И здесь конечно беда друзья с анимациями. Но это отдельный разговор. Их просто нет. Они отсутствуют. Инди студия. Все как вы понимаете. Это бюджет. Короче. Вот он. Появляется топор. Двумя руками мы держим. И теперь мы с вами сейчас будем пробовать. Ну пробуй. Давай. Мы будем с вами пробовать рубить пальму. И смотреть как этот процесс у нас идет. А не идет он никак. Мы просто оставляем меточки. И что-то пальма вообще. Вообще не хочет рубиться. Почему-то. Хотя в крафте написано. Подожди. Давайте перепрочитаю я крафт что ли. Или пригодится для вырубки деревьев. Пригодится для вырубки деревьев. Но я так понимаю не для всех. Похоже. Эти пальмы рубить нельзя. Окей. Пробуем. Вот здесь щепки летят. Вроде бы летят. Стукаю. Грюкаю. И что-то и ходит. Я вижу даже зеленая полосочка. Выносливости тратится. Но толком если честно ничего не происходит. Ничего не происходит. И я тоже подозреваю что возможно не то дерево. Не то. Ну ладно. А вот добавлен. Че я такой слепой блин. Я правый низний угол экрана не смотрю. А 108. Нифига себе. Так мы красавцы. Мы уже нарубили оказывается дерево. Куча. Но при этом сохранили природу. Что же такое интересный вариант. Вы рубите. Оно не падает. Рубите. Оно не падает. Но возможно если сильно долго рубить. Оно и упадет. А кстати. Давайте проверим. Вот такие штуки можно рубить. Я все смотрю и думаю. А когда же у нас валится. А оно то просто друзья. И не валится. Нет. Это я так понимаю. Не добавляется. Да. Будем сейчас проверять. Вот 108. Все. Я понял. А вот такие деревья точно. Лиственные деревья рубятся. Пальмы не трогайте. Пальмы это украшение острова. Я понял политику разработчиков. Так. Веток мы нарубили. Веток у нас вдоволь. Знаете что? Нужно попробовать построить. Конечно же. Где наше выживание? Выживание. Вот. Конечно же. Что мы будем пробовать строить? Мы попробуем построить друзья. С вами костер. Правильно? Правильно. Так. Построим костер. Или даже не костер. А 60 у меня будет. А 7 тканей. Это нужно снова искать коноплю. Вот блин. Здесь все время посылают на поиски конопли. Ну ладно. Так. Костер. Давайте попробуем построить костер. Вот так вот все это дело строится. И. И как вы видите друзья. Сверху сразу же активные слоты. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь слотов я посчитал. Его можно вот так даже сразу зажечь. Наверное зря я это использовал. А. Он и автоматически тухнет. Нечего жарить. Он автоматически тухнет. Умный костер. Как видите. Так. Ну а теперь нужно попробовать добыть мяско. Для того самого костра. Но. Для начала я немножечко друзья подкреплюсь хотя бы печенюшками. Как вы видите показатели у меня уже не очень. Ну а теперь мы будем смотреть что же за фауна здесь обитает. А фауна я вам скажу очень разнообразная. Очень разнообразная фауна. А. А. Я пробовал здесь. Знакомился с управлениями. Просто был поразился. Когда меня съели. Скажем так. Кто здесь бегает. Ну давайте найдем хоть кого-то. Я уже хоть кого-то вижу. А. Вот там еще. А. Вот. Во. Я хотел показать. Ё-моё. Да. Это то самое что я просто опасаюсь. Боюсь. И просто ненавижу в Satisfactory. Друзья это огромезный паук. Вы только на него гляньте. Но это же стрём. Это просто стрём. Посмотрите. Он сразу ползет к нам. Или от нас. Нет. К нам. Ну. 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 Попробует. Ай-яй-яй. Он бросается. Тихо. Мы уже. А. Повреждения нанеслись. Ай. Тихо-тихо-тихо. Но убивается просто. Ну. Ну. Но посмотрите. Как он сделан. Мерзко и ужасно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Десять лапок у него и огромезная брюшка. И как я и сказал друзья. Так. Кстати. Можно еще даже сделать вот такой вот скриншотик своей добычи. Как я и сказал друзья. В этой игре самая проблема. Беда. Я бы сказал. Просто. Вырви глаз. Это анимация. Точнее. Их отсутствие. Вот. Мы убили животинку. Да. Вроде бы все хорошо. Но. Мы должны его слутать. И что-то с него получить. Он просто. Во-первых. Тупо пропал. Ну. А во-вторых. Открываем инвентарь. И мы видим. Что у нас оказывается автоматически в инвентарь добавилось два мяска. Ну. Конечно же друзья. Это очень ранний доступ. Очень сырая игра. И поэтому ни о каких анимациях даже не может быть речи. Как вы понимаете. Посмотрите. Элефант. Да. Или слон. Здесь даже есть слон. Давайте попробуем по-тихому его натыкать. Прям вот. В самое тайное и сокровенное место. Возможно мы нанесем больше урона. Да. А возможно он испугается. И мы прям на себе увидим следы его испуга. Вообще без проблем. Забили. Сбивнями целого слона. Вот так вот. Тыканем друзья. Нашим просто ножом. Который кстати направлен на нас. Острой частью. Я только заметил. И у дамочки черный маникюр на ногтях. Вот такой вот. Ну что. Посмотрим сколько. Было два. Стало семь. То есть пять кусков мяса автоматически выпало со слоника. Так. Мясо есть. Отлично. Можем теперь это взять. Это что? Это не. О. Конопля. Конопля. Вот самое главное. Я в этой игре ищу коноплю. Ну чем еще можно заниматься на необитаемом острове? Побольше конопли. Правильно? Правильно. Это у нас что? Это просто дерево. Не интересно. Нужна конопля. Так. Хорошо. Это все есть. Ищем наш костер. Где мы там его строили? Кстати посмотрите. Бегать можно долго. Полосочка выносливости. Ну так себе. Не очень. Да долго она заканчивается. Я бы сказал что долго заканчивается. А вот показатели еды и воды относительно быстро. Скоро уже закончится газировка. Но давайте разберемся пока что друзья с едой. 7 кусков мяса. Зажигаем наш костер. И смотрим как это все дело будет жариться. Так. Давайте пока попьем. Газировка присутствует. Так. Дальше. Что нам нужно скрафтить? Дальше я бы очень друзья хотел скрафтить. Чтобы это все дело у нас не пропало. Если нас убьют. То мы просто исчезнем. Весь наш прогресс потеряется. Как вы понимаете. Для этого. Чтобы все это не потерялось. Принцип Stranded Deep. Все то же самое. И даже мне кажется на превьюшке. Он так же само выглядит. Нужно скрафтить шалаш. Дерево 60. Ткани 7. Так. Проверяем что у нас есть. Дерево просто валом. 7 ткани. Ткани имеется. Все так отлично. Вопрос решен. Вопрос решен. Берем и строим укрытие. Так. Крутим. Крутим. Получается. Вот так. Кстати. Посмотрите. Что здесь сделано. Удобно. Здесь можно одними кнопками. Кьюшкой и ешкой. О. А это не водосборник случайно. Выбирать. Следующие слоты. Так. Но мы пока что вот здесь. И присобачимся. Мне кажется. А что ты как-то так не хочешь. Ну ладно. Короче. В эту сторону. Вот так и построим. Шалаш. Наши друзья. Первое укрытие. Ну как обычно. Ой. Такой маленький. Здесь только сгодится укуриться. Ну просто от дождя. И то стоя. Ладно. Давайте сохранимся. Сохранение. Анимации. Опять же. Никакой нет. Мы не моргаем. Просто надпись в углу экрана. Это просто. Да. Проблема маленьких инди студий. Мяско. Посмотрите. Некоторые кусочки уже готовы. Я что-то подозреваю. Что те, что со слона. Побыстрее прожарились. А вот с паука. Вот. Не хотят жариться. Потому что мерзкое мясо. Это все мерзкое паучье мясо. Так. Короче. Забираем это все дело. Забираем. Забираем. И давайте покушаем. Покушаем всем жареное мясо. Пол. Сразу половину этого восстанавливают. Круто. Так. Ну и нам осталось разобраться в первую очередь. В первом выживании. Еда и вода. Это самое главное. Так. 12 тканей. 30 дерева. Хватит у нас? Хватит. Так. Это же просто красота. Вот прям здесь и поставим. И будем смотреть, друзья. Как это все дело наполняется. Заполняется. Наверное, нужно ждать дождика. Да. Если это принцип Стрэнда Дипа. Правда. В Стрэнда Дипе нужно было подкладывать пальмовые листья. Будут. Кстати, костер погас. Вы посмотрите. Так. Я хотел кое-что засечь. 5 дерева. 5 дерева. Нет. Не тратится. Просто можно зажигать. А, нет. Тратится. Тратится. Вы берете и просто свои же из инвентаря подкладываете. А вот здесь я не знаю. Нужны какие-то листья. Не нужны. Ну, буду ждать появления воды. Короче, вот так вот мы сразу с вами сохранение-сохранение-сохранение прибарахлились. Мы уже с вами можем делать еду охотиться на животных и можем по идее добывать воду. И самое главное, мы теперь сохранимся, наш прогресс никуда не денется. А теперь я, друзья, предлагаю посмотреть вообще, куда мы, собственно, попали на разные достопримечательности этого острова. Если они имеются, зайти поглубже в остров и посмотреть, какие еще посетители здесь обитают. И я точно знаю, что они есть, потому что я их встречал. Я от них уже умирал, когда тестировал управление игры паука. Мы уже увидели мерзкого огромного слона. Мы с вами увидели, но точно знаю, что есть еще, ну, как минимум два. Это минимум. Это тот минимум. Возможно, кто-то еще. В общем, я начинаю двигаться вглубь острова и посмотрим, кто же здесь имеется еще. Если я буду встречать коноплю, я, конечно же... Вот, бежит. Вы слышали? Кто? Кто? Где? Кто бегал? Зебра! 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 Стоять! Вы посмотрите! Кто здесь есть? Это какой-то странный, уникальный остров. Она, я так понимаю, не агрессивна. На нас не нападает, но мы должны его... Да, без проблем. Еще кто-то? Еще паук. Мне кажется, еще паук. А, нет! Это, это игуана! Да, вы посмотрите! Мы сразу двух нашли. Где? 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 Вот это охота! Вот это охота! Но, конечно, друзья, если честно... Да, стоять ты бояться, блин! Если честно, баланса никакого. Пока что. Пока что это ранний доступ. Тихо! 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 Блин! Игорь! Ну, стоять! Ха-ха! Я уже выдохся! Я уже выдохся! Вы посмотрите! Только хвастался, что надолго хватает вынослив. А, она тупенькая! Она бегает туда-сюда, взад-вперед! И выдохся! Так, иди сюда! Иди сюда! Эй! Она зависла! Нет, она не зависла! У нее просто один прописанный, походу, маршрут! Стоять! Ну, блин! Ну, какая ее... Да дай ты мне... Дай ты мне тебя дотыкать! Где? Слышу, но не вижу. Блин, ушла! Стоять! Стоять! Игуанка! Чихо-чихо! Осталось немножечко совсем... Тут юркая зараза! Вы посмотрите! Да, баланса никакого, друзья! Потому что, мне кажется, сколько ударов нужно... Вот! Наконец-то дотыкал! На эту игуану! На зебру столько же и на слона! Мы затыкали слона очень легко! Мясо есть жареное, есть сырое! Все, мяско имеется! Охота удалась! Ладно, посмотрим, что здесь... Еще зебра, да, ё-моё! Короче, игра не пустая! Я сказал, что это ранний странный дип, но... Ранний странный дип, он чисто по анимации, возможно... А так вот, по наполненности и живности... Ну, игра совсем, совсем явно не пустая! А вот и он! Вы посмотрите! Вы посмотрите, кого я встретил! Попробую к нему подкрасться... И это уже будет не какая-то там доброжелательная зеброчка! Это же тигр! Друзья, здесь, короче, есть... Разные представители флоры! Так, я попробую к нему подкрасться, чтобы хотя бы первым нанести ему парочку урона! Чтобы не так все было... Ой, мне кажется, он нас заметит! Да пофиг! Боя-яй! Мы страдаем, мы страдаем, друзья! Нет, все нормально! Три удара и хана! Добавлено два мяса! Посмотрите, кто здесь есть еще! И еще львоются тигры! В общем... И еще и леопарды! И еще и ле... Вы только гляньте! Да, остров не скажу, что совсем доброжелательный! А точнее, он вообще не доброжелательный! Здесь, короче, уже есть тигры, леопарды, пауки, игуаны, зебры и слоны! Это только те, кто я увидел буквально вот за полчаса! Так что скучно вам не будет! Ну и пока я бегу, друзья, в поисках новой дичи или новых мест, что здесь еще можно по-быстрому вам показать! И чтобы мы смогли сделать первые впечатления игры, я расскажу, как ее можете получить совершенно бесплатно! Все очень легко и просто, как всегда в наших розыгрышах! Еще паука, блин, как я их не люблю! А у меня-то и здоровье, друзья! Ну ладно, рискнем, короче! А как же получить эту интересную игру? Тихо-тихо-тихо-тихо! Завалили! Что вам нужно сделать? Конечно же, в первую очередь поставить лайкосик этому видосику! Во-вторых, друзья, вы должны быть подписчиком, конечно же, канала OnlyTopGames! И я вас приветствую! Всем рад! В-третьих, вы должны вступить в группу канала ВКонтакте! Ссылочка на группу канала ВКонтакте будет в первом закрепленном комментарии под этим видео! Ну и последнее, вы должны оставить любой комментарий, комментарий с указанием ID своей странички ВК! Друзья, не нужно копировать полностью ссылочку на весь свой профиль! Такие комментарии YouTube скрывает! Просто все, что идет после слэша ВК.com Напишите в своем комментарии под этим видео! Все! И, конечно же, не забудьте, что у вас должен быть открыт фид, подписок и понравившееся видео, чтобы я мог увидеть, что вы выполнили условия конкурса! Ничего сложного, как вы понимаете, просто все внимательно сделайте! И через недельку мы подведем итоги, результаты, и они будут опубликованы как раз вот в группе канала ВКонтакте! Поэтому обязательно туда вступите, чтобы не пропустить! Что, друзья, думаете о этой игре? Какие ваши первые впечатления? У нас рубрика «Первый взгляд» Мы делаем выводы Вот буквально полчаса побегов в игре Ну, конечно, я перед этим ознакомился с управлением Не хотел бы совсем нубить и тупить, вникая первый раз в игру Очень мне напоминает Stranded Deep Ранний Stranded Deep Игра только выходит в ранний доступ Мне кажется, там контента было еще меньше Здесь уже довольно густо заселенная местность Много живности, разнообразный, ну, в принципе, стандартный, но разнообразный крафт Можно строить жилище, можно строить оружие, добывающие инструменты Все это дело, как, в принципе, в Stranded Deep Но уже сразу все локализировано Чего, наверное, в Stranded Deep до сих пор нет Хотя я уже, если честно, уже давно заглядывал в эту игру Надо будет заглянуть Там, говорят, хорошее обновление вышло, новая карта, локации, финал Поэтому, возможно, мы к ней тоже Носорог! Вернемся! Обалдеть! Еще и носорог имеется Сейчас завалим еще и носорога, если он убивается, как все Баланса, к сожалению, здесь, друзья, пока что не имеется Все животные кусаются одинаково, убиваются очень легко Но это ранний доступ Я думаю, что разработчики откорректируют это в следующих патчах Ну что, я... Вы только посмотрите Не, ну молодцы! Здесь контента, конечно, больше, намного, чем в Stranded Deep, наверное, и по сей день Насчет живности Буйволы Короче, здесь есть практически большинство видов животных И агрессивной, и не агрессивной фауны Буйволы, ложись! Если вам понравилось и хотите, чтобы эта игра вышла еще на канале Обязательно в вашем комментарии не забудьте это написать Возможно, я запишу еще одну серию Ну а если будут хорошие просмотры, адекватная реакция зрителей То даже можно сделать небольшое, но полное выживание Где мы сможем скрафтить все доступные предметы Построить какое-то жилище И узнать, что же здесь находится еще А возможно, выбраться из этого острова И спасти нашу главную героиню Которую, к сожалению, так и не знаю, как зовут Желающие поучаствовать в конкурсе Выполняйте внимательно все условия Ну и, конечно же, пишите ваше мнение Что думаете насчет этой игры Всем спасибо, кто досмотрел до конца Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх И, конечно же, до скорой встречи в новом видео